Комитет по социальной политике провел встречу читающих семей нашего региона, посвященную сразу двум событиям и 70-летию победы Великой Отечественной войне и Году литературы. Однако самыми читающими оказались семьи депутатов Саратовской областной думы, которые со своими детьми и внуками прочитали отрывки произведений на военную тематику. Год литературы, я думаю, прежде всего, чтобы вся общественность обратила внимание на то, в каком состоянии сейчас чтение находится. Я считаю, что чтение в нашей стране переживает волну возврата. Сейчас дети с удовольствием записываются, приходят в библиотеки, даже статистические данные показывают, что большинство детей вернулся именно к бумажному экземпляру. Видно, электронный – это все равно не тот вариант, который нужен для души. Количество управленцев разбавили приглашенные для награждения семьи всей области, победившие в конкурсе «Читающий город детства». Таким достаточно узким кругом в голове с министром культуры, председателем Комитета по социальной политике, приглашенные продемонстрировали навыки чтецов. Там точно так же сидели дети, семьи с детьми и с маленькими. Это были читатели, которых наградили, детей же депутатов не наградили, а этих деток наградили семьи, то есть те, кто заняли первое и второе место. Это все конкурс, который был объявлен в Пушкинской библиотеке. Это будет идти, это не только в этом году будет проходить этот конкурс, он всегда у нас есть, но в этом году как бы акцент такой сделали. На мероприятия, направленные на возрождение литературы, патриотизм должны обсуждать соответствующие темы. Однако далеко не у всех детей депутатов автором любимой книги детства является русский писатель. Назвали Алису в стране чудес, волшебник изумрудного города, путешествие Гулливера и Белоснежку и семь гномов. Выходит, что чиновники воспитывают патриотизм в себе, в стране, в гражданах, но не в своих детях. Может, год литературы как раз существует для первоспитания? Валерия Повелко, Александр Чумаков, Открытый канал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова